Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. У меня проблема, если мне внушили родственники, что от меня можно вытираться ноги и другого отношения я не жду от людей. Мне попадаются только такие кавалеры, те, кто относится хорошо, а мне неловко от этого, так как есть внутренние отношения. Что такая дверь, как я, не заслуживает такого отношения. Я выбираю партнёры только садистов и уродов. Как забыть то, что всю жизнь говорили, дать себе понять, что ты достойна хорошего? Ну, наверное, самое простое, что прямо сейчас можете бы сделать, И вот, это, пожалуй, в принципе, развивать критическое мышление. Потому что то, о чём вы говорите, да, но особенно, если учесть, что вы... Ну, что вы как-то знаете и понимаете, что вам это говорили другие люди, вот. То как-то лучше вы слишком охотно принимаете то, что вам они говорили. То есть, что вы знаете, вот, вы знаете, что это говорили вам они, другие люди. Ну, если вам это говорили они, другие люди, то, соответственно, то, что они вам говорили, принадлежит им, никак не вам, в этом смысле. И вот, то, что вы, по сути, повторяете, да, вы повторяете, получается, то, что они вам говорили. А с чем это связано? Вы так верите этим людям? У вас есть какие-то, не знаю, может быть, схожие с ними взгляды, ценности, что вы считаете этих людей, условно говоря, ну, абсоритетными для себя. То есть, вот, на что вы опираетесь, когда речь идет о том, чтобы верить, ну, тому, да, что они вам говорили. Это очень важный момент, потому что, ну, на мой взгляд, вот, вы этого, как-то, вот, знаете, не раскрываете в своем сообщении, в своем тексте. Дальше, вы называете себя, ну, вы называете себя таким, получается, не очень хорошим человеком, вот, вот так, что вы не очень, э-э-э, вы не очень хороший человек. Но, что на это угадывает, что вы не очень хороший человек, а, ну, что конкретно делать вам сейчас плохо, вот. Дальше. По вашему сообщению, вот, то, как вы, а-а-э, ну, как вы рассказываете о себе, да, как вы говорите о себе. Складывается такое впечатление, складывается, такое ощущение, что у вас присутствует агрессия, и ее довольно таки много, как будто бы. Так давайте же дадим ей выход. Сейчас эта агрессия направлена у вас как будто бы на саму себя. Вы направляете эту агрессию на саму себя, и она вас разрушает. Она в том числе подчеркивает то, как вам можно относиться с другим людям. Но что если эта агрессия направлена как раз таки на тех людей, которые вам говорили все эти вещи не очень, скажем так, хорошие. Что если вот эта агрессия направлена на этих людей. Интересно ли вам данный момент? Если да, то вот конечно с этим можно было бы поработать и в этом направлении покопать. Еще один важный момент. Конечно, очень печально и грустно то, в какой ситуации в целом вы оказались и в какой парадигме вы сейчас живете. Но хотелось бы уточнить, как обстоят дела вообще с вашей жизнью. В смысле того, интересна ли она вам, ваша жизнь, нравится ли она вам. Да, то есть, ну в целом увлечены ли вы ею своей жизнью или нет. Ну вот. Конечно, очень многие, я думаю, эксперты в том числе, скажут вам о том, что нужно, здесь нужно учиться себя любить. И нужно, конечно, более, так скажем, ценностно к себе относиться. И, естественно, это более чем правда. Но каким образом это делать? Начинать нужно, в принципе, как я думаю, со своей жизнью. Со своей жизнью нужно начинать. И начинать нужно со, собственно говоря, того, как вы живете. Вот. В общем и целом, свою жизнь. Вот. Замечания своих, значит, предпочтений, да, своих приоритетов. Вот. Своих стоянностей и так далее. Вот. Это все очень, очень важные, как я думаю, моменты для вас. Вот. Не нужно ничего в этом смысле забывать. Не нужно себя переубеждать. Я довольно-таки негативно отношусь к этой идее и считаю, что ничего хорошего не получится, если вы будете пытаться себя чем-то переубедить, да, или, ну, будете пытаться себя чего-то внушить. Вот. Я думаю, что, ну, этого делать как минимум, как минимум не стоит. Вот. Потому что это не решит ваши проблемы. Вот. Только вы будете тратить свое время на эти вещи. Вот. На самом деле я думаю, я думаю, что вы можете прожить и проработать те моменты, которые травмирующие, которые у вас, ну, вот, сейчас имеют место быть, в частности, с вашими близкими, да, которые, ну, вот, судя по тому, что мы, можно видеть, да, вели довольно деструктивную политику в отношении вас и, соответственно, это наложило определенный отпечаток на вас. Как бы вы не слышите в такой ситуации, не слышите и не можете слышать, скорее всего, своих, свои желания, да, то, чего вам хочется и так далее. Я думаю, что это абсолютно нормально, что вам этого, условно говоря, ну, недоступно сейчас. Вот. Но, опять же, это корректируется. Это можно исправить. Это можно поправить. Но это психотерапия. И, в первую очередь, конечно, здесь у вас отношение к себе, ну, вот, к себе, к себе самой формируется через ваших близких. Вот. Но не вами, не вами, не вами самой. Поэтому, на мой взгляд, задача отличается в том, чтобы как-то, ну, сформулировать, ваше представление о себе, да, самостоятельно, чтобы оно у вас было свое. Пока этого нет. Но это можно исправить. Вероятно, 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 проще всего будет прямо сейчас начать с выработки отношения к вашим родным. Вот. Что вы чувствуете к ним? Вот. Что вы думаете о них? И так далее. Вот. А дальше. Вот вы говорите о мужчинах, которые, значит, ну, ведут себя, там, по отношению к вам, будет не очень хорошо, да? Что же, я легко вас в этом понимаю. Ну, ну, смотрите. А как насчет того, чтобы спросить, спросить, спросить себя, а какую модель, какую модель своего поведения, да? Модель, например, женского поведения, я продвигаю. И продвигаю ли я его вообще? На каких основаниях я выстраиваю отношения, с мужчинами? То есть, какие это, какие отношения получаются, когда я их выстраиваю? Как они выглядят, какими они выглядят, выглядят эти отношения? Можете ли вы, ну, увидеть это? Можете ли вы заметить это? Вот. Какими эти отношения выглядят? Как они выглядят? Ну, вообще. Ну, вообще. Я думаю, что, если, если это поисклировать, вот, то, я думаю, вы точно также получите для себя возможность это скорректировать с вашими ценностями. Вот. Таким образом, я надеюсь, что вы сейчас понимаете, что процесс изменений, такой вот, что называется терапевтический процесс, начинается с усыновлением контакта со собой, с тем, возвращение себе своих чувств, с проживанием этих чувств. Я бы сказал еще, знаете, как вообще, может быть, присвоение себе чувств, ну, ваших, я имею в виду, присвоение себе, присвоение себе, вот, ваших эмоций. И я думаю, что с этого, ну, с этого может начаться ваша работа над собой, да, и с этого может начаться, в общем-то, психотерапия. Вот. Как-то так. Я думаю, можно вам ответить. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Таким. Обращайтесь, значит, за помощью. Вам это будет полезно, вам это будет интересно, потому что исследование себя, изучение себя, это процесс, это процесс, очень увлекательный, очень интересный, естественно, конечно, если бы, ну, условно говоря, ходить этим заниматься, да. Вот. То есть, тут, ну, тут, я надеюсь, все, понятно. Вот. Обращайтесь за помощью. Удачи вам. Продолжение следует... Продолжение следует...